Медиагруппа «Авангард» представляет Я рассказывал про то, как делать дашборды по информационной безопасности промышленных площадок, промышленных систем, потому что это, да, не совсем техническая тема, но при этом она очень важная, потому что позволяет настроить мостик между безопасниками и руководством компании, которая, в конце концов, выделяет ресурсы на улучшение состояния информационной безопасности. Поэтому моя задача была обратить внимание на ключевые моменты, связанные с подготовкой дашбордов. И, наверное, ключевым было то, что надо, первое, знать, кому мы презентуем, и, соответственно, интересы целевой аудитории, потому что они могут совершенно отличаться от интересов безопасника, и мы должны учитывать это. И второе, важный момент, мы должны знать, чего мы хотим после демонстрации этого дашборда, потому что показать даже в понятных бизнесу терминах количество инцидентов, количество атак, ущерб от атак на промышленные площадки – это хорошо, но дальше возникает вопрос «И что?» и «И что нам с этим делать?». И вот дальше при подготовке дашборда мы должны это учесть и в дашборде указать, что нам надо – деньги, ресурсы, внимание, люди, сертификация, отодрать технолога за то, что он не соблюдает правила безопасности и так далее. Вот эти два ключевых момента, наложенные уже на правила визуализации информации в дашбордах, это залог успеха именно в этой части. Мы показываем, что у нас не просто количество инцидентов 10 или 15, и оно увеличилось или уменьшилось за прошлый отчетный период, а мы должны показать, как это повлияло на бизнес, что у нас появился простой, и он растет. Простой – это срыв контрактных обязательств, или это нарушение технологического процесса, или мы не выполняем требования по комплаенсу, или у нас увеличилось число проверок со стороны регуляторов или запросов со стороны регуляторов. И, как следствие, они могут прийти с проверкой, и могут быть выявлены нарушения, а это, соответственно, штрафы, а может быть и уголовные дела, если мы говорим про киишную тематику. То есть здесь, в отличие от классических безопасников и их дашбордов, когда выводы – это уже то, к чему мы пришли, дашборд для принимающего решения лица начинается с выводов, и дальше его задача дашборда – сказать, что мы с этим делаем. В то время как безопасник скорее вначале пытается разобраться, что произошло, и потом делает выводы. Вот в этом ключевое отличие классического дашборда от дашборда для лица, принимающего решения. Были различные примеры, а так, может быть, не очень публичные, не очень разрекламированные на американские промышленные площадки энергокомпании, и так далее. Но они проходили, как правило, под соусом, русские хакеры атакуют, как таковых доказательств не представлено, но вроде как что-то там залезли, что-то украли, что-то сломали. Но серьезного ущерба, к счастью, нанесено не было. Были вещи там Майерска, Норксхайдра и так далее, то, что было в прошлом году или позапрошлом, то, что до сих пор обсуждают, как очень серьезные вещи. Но вот именно в этом году чего-то массового, именно как инцидентов, понятно, что появлялись различные хакерские группы, атакующие промышленные предприятия, появлялись вредоносные программы, ориентированные на промышленные предприятия. Но вот так, чтобы это дошло до чего-то, к счастью, этого не было. Ну, по крайней мере, в публичной плоскости. По большому счету ничего не поменялось в целом. То есть далеко не все, во-первых, ушли на удаленку в промышленных предприятиях, потому что промышленность, в отличие от офисной работы, ее не всегда можно проводить удаленно. Поэтому, если мы говорим именно про промышленные площадки, они как работали, так и работали. Непрерывные производства как работали, так и работали. Там нефтепереработка, нефтедобыча как работала, так и работала. Да, офисных работников, которые занимались обслуживанием такого рода систем, ну, косвенным обслуживанием, там, счета подготавливали, планы строили, Понятно, что они были переведены на удаленную работу. Но можно ли рассматривать взломы или атаки на такие компании, как атаки на промышленные системы? Наверное, нет. Есть такое немного неформализованное правило, которое говорит о том, что как только продукт достигает 12% доли рынка от общемировой, к нему сразу предъявляют интерес огромное количество исследователей, в том числе хакеров. И, соответственно, сразу начинают выявлять то, что раньше было не выявлено не потому, что его не было, а потому, что никто не искал, как неуловимый Джо. Вот здесь то же самое. Понятно, что коль скоро тема промышленной кибербезопасности сейчас на слуху у многих, ею занимаются на самом высоком государственном уровне, ей начинают заниматься производители, они разрабатывают программы «Багбаунти» для того, чтобы выплачивать компенсации исследователям, которые занимаются поиском этих дыр, понятно, что дыр стало больше. Но не потому, что продукты стали хуже, а потому, что их стали чаще находить. И плюс, наверное, в том, что компании задумались реально о безопасности своих продуктов и действительно выявляют уязвимости и их устраняют. А то, что они все ужас-ужас, это действительно так, потому, что в отличие от уязвимости в офисе или в акробат-ридере или в операционной системе Windows, эти системы действительно могут повлиять на жизнь и здоровье людей, которые работают в той области, где находится объект, на котором находится уязвимое программное обеспечение. И поэтому, если бы кто-нибудь ими воспользовался и бабахнуло, да, был бы ужас-ужас. И поэтому такого рода уязвимость действительно опасная. Но, к счастью, пока у тех же самых злоумышленников находится ум, чтобы не доводить дело до бабаха. Атаки на промышленные системы для львиной доли киберпреступников неинтересны, потому что они не монетизируемы. То есть на этом нельзя заработать денег ни впрямую, ни косвенно. То есть это никуда не перепродать, если это не промышленный шпионаж, конечно же. Как, например, во время пандемии активно злоумышленники ломали медицинские учреждения, которые проводили исследования вакцины и так далее. Там понятно, ради чего ломали, в чистом виде. Когда мы говорим про промышленное предприятие, его ломать можно либо для заработка, либо в условиях террористической угрозы, для террористической атаки, либо в условиях войны. Условий войны у нас, к счастью, сейчас нет. Террористических угроз, к счастью, пока реализуются в привычном нам физическом мире. И в киберпространство пока никто не лезет. Зарабатывать на этом пока не научились. Поэтому и никто в серьезности не ломает такого рода предприятия. Если кто-то придумает способ монетизации, а начинают потихонечку те же самые шифровальщики, останов производства и требования выкупа за возврат производства, тогда начнется определенный, ну, не коллапс, но проблемы. Но пока, к счастью, опять же, злоумышленники имеют гораздо большее количество более простых и более денежных тем, чем промышленная кибербезопасность. Субтитры создавал DimaTorzok